Приветствую вас. Я, честно говоря, не думаю, что нужно объяснить то, что с вами происходит. Я думаю, что гораздо лучше было бы, гораздо удобнее, гораздо интереснее, гораздо продуктивнее для вас. Было бы просто поисследовать то, что конкретно происходит с вами. Вы говорите, что данный момент заключается в следующем. Начинается серьезное отношение. Вроде бы все нормально, я счастлив. Давайте подумаем. А от чего? Или из-за чего? Вы счастливы. То есть, что конкретно делает вас счастливыми. Когда вы в союзных отношениях находитесь. Это надо бы понять. Потому что отчасти, отчасти, это то, что это дает вам серьезные проблемы. Вот. Понимаете ли я, что я имею в виду? Дальше. Следующий момент. Все время, мне начинает не хватать свободы. Смотрите. Не хватит свободы, если отсутствует, условно говоря, как, ну, какая-то изменение. давление, если отсутствует. Вот. То это самостоятельное ограничение. То есть, условно говоря, я самостоятельно себя ограничиваю. О, значит, там самостоятельно предъявляю себе некие требования. Вот. Ну, может быть, достаточно такие серьезные требования. Вот. И, соответственно, эти серьезные требования, по моему мнению, я должна оправдывать. И не так важно, хочу я этого или нет. Ну, грубо говоря. Грубо говоря. Вот. Вот. Вот, вот если... А вот вопрос. Откуда появляются эти требования? Кажется, ну таким достаточно серьезным, достаточно важным. Почему эти ошибки у них появляются? Либо есть вариант, что вы выбираете таких мужчин, которые целенаправленно вас ограничивают. Мне кажется, что многое в какой-то степени упирается то, что для вас такое серьезное отношение, что они из себя представляют. Так? Вот. Потому что если по той или иной причине вам серьезные отношения нужны, то вы больше, более не более, больше внимания уделяете именно к тому, насколько они серьезны, и к чему ведут, нежели чем к самому человеку. То есть, если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что человек сам посыпает именно человек. вас интересует и волнует, но, мягко говоря, не так. Не так сильно. То есть, нет, конечно, понятно, что это важно, понятно, что вы на это обращаете внимание. это все верно. Но. Но. Так. Идея заключается в том, что серьезные отношения это определенные рамки, в которые вы пытаетесь себя поместить, и в которых вы чувствуете себя не свободно. Да. И. Несмотря на то, что вы в этих рамках чувствуете себя не свободно, вы все равно продолжаете питаться, всегда в них уделывать. Хотя, ну, очевидно, да, что вам это, ну, не подходит, ну, никак. Тут, тут, вот просто никак не подходит, а вы продолжаете, а вы продолжаете, а вы продолжаете пытаться. Потому что отношения, по вашему мнению, скорее всего, ну, ну, они должны быть, вот, либо, либо они должны быть, э, такими, либо никакими, вот, либо такими, либо никакими. Ну, ничего, вот, э, не дано, к сожалению, вот, а вам это не подходит. Ну, по разным причинам может не подходить, вот, но не подходит. А сделать вы, получается, с этим не особо чего-то можете, потому что не свободны, не свободны. Ну, вот. Мужчины, например, зачем они отношения с ним, вот. Это важно. Эм, так или иначе, это важно. Потому что именно то, для какой, э, фактически, цели вы устраиваете взаимодействие, э, с мужчинами, или видит, э, э, как бы, ну, э, ваше будущее, вот. А объясняется очень быстро, вы сами пишите, что не хватает свободы, сейчас человек у меня просто начинает задыхать и избегает. Это страх, это защита, защита, вот. Ну, что я вернусь из клетка? А клетка, вот, за счёт чего создаётся? То есть, ну, вы как-то подробно, а вот, за счёт чего создаётся клетка? За счёт ограничений. Ограничений, откуда появляются, вот. Это вот важно, важно выяснить. И когда, если мы это выясним, то уже можно будет это подкорректировать. Вы сами это сможете подкорректировать. А вот. Ну, какие здесь могут быть, э, условно говоря, что, э, примеры, да? Именно примеры, какие могут быть. Ну, например, э, я должна быть, э, идеальной женщиной. Вот. Допустим. Говорите себе бы. Должна быть идеальная женщина. Если я не идеальная, то я не должна быть в отношениях. Чтобы быть идеальной, мне нужно делать то-то, 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 то-то и то-то. Неважно. Хочу я это делать. Неважно. Я это делаю. Чтобы быть идеальной. Но мне это наблюдает. Я устаю. Я мечтаю вырваться. Потому что я устал. И я не позволяю себе перестать быть идеальной и расслабиться. И вместо этого я должна отношения разорвать. Потому что если я перестану быть идеальной, то мои отношения перестанут быть такими, какими они должны быть. Вот. То есть это очень жёсткая, директивная позиция по отношению к вам самой. И здесь нужно не объяснять, а искать эти установки и работать именно с ними. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. И буду благодарен вам за обратную связь, когда вы переварите всё, что услышали.